Мы с вами сегодня не более чем посещаем очередную медицинскую организацию, в данном случае структурное подразделение 5-й детско-инфекционной больницы, но обслуживает, оказывает амбулаторную медицинскую помощь и обслуживает детское население Волжского района. И основная наша задача была в рамках национального проекта, мы использовали такую возможность, внедрить технологию, она где-то называется бережливый производство, а вообще это новая модель медицинской организации. Основная задача – это упростить доступ пациентов и близких, родственников, в данном случае родителей детей, относительно навигации, относительно записи на прием, возможность размещения покрытой колясочной, отдельный гардероб. Мы с вами видим, наверное, что учреждение действительно преобразилось, и не знаю, кто найдется, сегодня недовольный, и, наверное, в памяти осталось только то помещение, которое мы вот, ну, поменьше года назад посещали и видели протекающие крыши. На сегодняшний день выполнено, источники финансирования здесь были разные, и средства областного бюджета, и внебюджетная деятельность медицинской организации, то есть выполнили капитальный ремонт крыши, ну и, соответственно, во всех подразделениях и помещениях, которые мы сейчас видим, тоже прошел ремонт, где-то он носил характер косметического, где-то капитального ремонта, но в любом случае мы сейчас поменяли систему отопления, в той части, в которой надлежала, изменилась вот сейчас лаборатория, она и находилась на этом месте, но вы видите, совершенно по-иному это все выглядит, то есть на тех площадях, которые имелись, мы постарались максимально рационально разместить кабинеты приема врачей и сделать максимальное удобство, в первую очередь, для пациентов. В данном случае на стенде уже зафиксировано, кто из специалистов будет работать, но будет предусмотрено, что в учреждении будут работать и специалисты функциональной диагностики, специалист-офтальмолог, потоларинголог обязательно, невролог, кардиолог, эндокринолог, но поскольку это поликлиник, численность прикрепленного населения небольшая, около 5000 населения, то специалисты будут работать по графику, поскольку нагрузка не предусмотрена на полную структуру. Ясно, спасибо. Сегодня настоящая, конечно, радость, действительно праздник для всех деток, для всего родительского сообщества, потому что сегодня совершилась та цель, которая была поставлена практически год назад. И весь год был очень напряженный, и мы находимся в здании, теперь уже отремонтированное, и сделано очень многое, много было средств, ресурсов вложено в строительство этого здания. И родительское сообщество, естественно, радо, и мы сегодня пребываем в таком счастливом, радужном настроении, потому что сегодняшний день – это настоящий подарок для наших детей. Дети возвращаются и уже вернулись в свои родные стены поликлиники и будут получать достойное медицинское обслуживание в стенах, которое претерпело ряд ремонтных работ, согласно соблюдениям всех норм, правил, стандартов бережливой поликлиники. И это, конечно же, радует наши дети, тем более мы рады, и родительское сообщество радо, что это свершилось. Цель достигнута. Вернулись и работает, все будет работать. Естественно, какие-то вопросы остаются по лицензии. Лицензия, определенное лицензирование определенных кабинетов, это будет уже вопрос вторичный, это будет решено. Но до конца января, мы так думаем, что вот сейчас Наталья Васильевна сказала, что до конца января, в принципе, это все будет решено. Все такие вот вопросы, это уже дополнительно будет решаться в течение января месяца. К концу января мы думаем, что уже все будут бумажные, эти вопросы решены. Но главное, что вернули лабораторию узких специалистов, и мало того, колоссальные средства были вложены в поликлинику, и все согласно проекту «Бережливая поликлиника». Это, естественно, радует. В любом случае, будем контролировать за ходом всех событий, которые будут происходить в дальнейшем. Но мы думаем, что уже самое главное, это цель достигнута, это уже самое главное, счастье и радость.